Песня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будем славы с новой песней на устах Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуйя Мой Господу вся земля О спасении Бога говорим Его чудеса и слова Возвещаются по всей земле Господь велик Силой и могуществом Веку, веку Мимо Господь царствует Будем праздновать День спасения Словой песни на устах Он нас спас любит Он нас спас любит Во Христе на небесах Будем славить Господа в наших сердцах Приветствую всех вас И рад вас видеть Пусть Господь благословит Каждого Я хочу поделиться словом И знаете Я хочу поблагодарить в первую очередь Бога за все Что Господь наш живой И что Его рука Она не сократилась До сегодняшнего дня И Его милость Она над нами И Знаете Когда Иисус Проповедовал Когда ходил на этой земле Однажды Он спросил Своих учеников Что вы думаете Кто Я Он спросил Пока кто Как думают люди Кто Он А потом Он спрашивает Лично их Как вы думаете А вы что скажете Кто Я И Петр Сказал такие слова Ты есть Сын Бога живого И Иисус отвечает ему Не плоть твоя И кровь твоя Открыл ли это тебе Но Отец Небесный И слава Богу Что Господь В один день Каждому из нас Он открыл себя Открыл себя Что Он есть Спаситель мира Открыл Сына Своего Иисуса Христа И Он открывает До сегодняшнего дня Открывается Каждому из нас И людям Которые до сих пор Не познали Его Но Знаете Получая откровение Нашей жизни Часто Дьявол Он недоволен Этим И он всегда Старается Забрать То что мы Получаем От Бога Когда я читал Восьмую главу Шестой главы Иоанна Книгу Иоанна Когда читаем Очень интересно Но Я читал Шестую главу Иоанна И знаете Бог обратил Мое внимание На одну Очень важную вещь Вы помните Историю Когда Иисус Я прочитаю Он сотворил чудо Из пяти хлебов И двух рыб Он благословил Дал людям И люди ели Шестая глава Одиннадцатый стих Иисус взял хлеб И взял Благодарение Воздал благодарение Раздал ученикам А ученики Возложивши Так же И рыбы Сколько Кто хотел И написано Что там было Пять тысяч человек И после этого Он уходит И люди Идут за ними На второй день Люди приходят На второй берег И ищут его И его Когда находят Они спрашивают Боже И говорят Иисус Мы искали тебя Но Иисус Иисус отвечает Им Я прочитаю Здесь же В шестом главе Двадцать пятый стих Извиняюсь И найдя Его На той стороне Моря Сказали ему Рави Когда ты сюда Пришел Иисус сказал Им В ответ Истинно Истинно Говорю вам Вы ищите меня Не потому что Видели чудеса Но потому что Ели хлеб И насытились Я хочу обратить Наше внимание На то что Часто Когда мы видим Славу Божию В нашей жизни Когда мы видим Чудеса Божии В нашей жизни Очень часто Видя славу Божию Проходит время И мы забываем То что Бог Делал для нас И становится Для нас Важным Чудо Которое И то благо Которое Бог сотворяет Для нас Вместо того Чтобы Он был для нас Главным И важнее всего И мы начинаем Привыкать Что Иисус Он дает нам Все И мы начинаем Искать Его Не из-за того Что Он Бог наш Не из-за того Чтобы мы Жаждем общения С Ним И хотим Знать Его Но из-за того Чтобы получить Что-то от Него И эти люди Когда Что-то Происошло Дальше идет Разговор Иисус говорит Что Он есть Хлеб Сошедший С небес И После этого Люди Они уже Отошли От Него Даже Много Учеников Отошли Непростые Люди Которые Шли за Ним Но ученики Которые Были Ходили с Ним И учились От Него Почему Потому что У них не было Откровения И они не знали Бога Они не искали Общения с Ним И когда Поворачивается Иисус И говорит им Он говорит Обращается Двенадцати Ученикам И говорит Не хотите ли Вы И вы Уйти И они Говорят Куда нам Идти У тебя Слова Слова Жизни И Я хочу Прочитать Быти Третья Глава С первого Стиха Змей Был Хитрее Всех Зверей Полевых Которых Создал Господь Бог И сказал Змей Жене Подлинно Ли Сказал Бог Не ешьте Ни от какого Дерева В раю И сказала Жена Змею Плоды С дерева Мы можем Есть Только Плодов Дерева Которые Среди Среди Рая Сказал Бог Не ешьте Их И не Прикасайтесь К ним Чтобы вам Не умереть И сказал Змей Жене Нет Не умрете Но знает Бог Что в день В который Вы вкусите Их Откроются Глаза Ваши И вы будете Как боги Знающие Добро Добро И зло И увидела Жена Что дерево Хорошее Для пищи И что оно Приятно Для глаз И возжелено Потому что Дает знание И взяла Плодов Его Ела И дала Также Мужу Своему И он Ел Когда Господь Приходит В нашу жизнь И он Открывает Нам себя Приходит И дьявол И Бог Придя К нам Он Дал Нам Слово Он Дал Нам Заповеди И Он Просит Чтобы Мы Исполняли Его Заповеди Но Приходит Дьявол И как От Еве Он Предлагает Сегодня Каждому Из нас И говорит На самом деле Бог вам Сказал Такое Не делай Этого Не делай Греха Не Иди Туда Не Связывайся С этими Людьми Ты На самом деле Думаешь Там Опасно Бог На самом деле Тебе Это Сказал И Он Сеет В Нас Сомнения В Словах Божьих И Часто Очень Многие Люди Которые Не Бодрствуют Они Сомневаются Сомневаются Так же Как Люди Сомневались В Иисуса Когда Он Ходил Они Видели Чудеса Которые Он Творил Но Они Сомневались В Нем Они Не Были Не Знали Бога Они Не Искали Его Их Проблема Была То Что Они Не Знали Бога Иисус Говорил Вы Не Знаете Отца Если Вы Знали Отца Вы Знали Меня И Сегодня Бог Просит От Нас Чтобы Мы Имели Общение С Ними Бог Хочет Чтобы Мы Знали Его Иисус Пришел Для Того Чтобы Примирить Нас С Отцом Чтобы Мы Имели Общение С Ним Каждый День Каждый Раз Потому Что Часто Мы Ставим Себе Цель В Жизни Но Порою Очень Часто Мы Не Можем Достигать Своих Целей И Почему Потому Что Настолько Мы Начинаем Быть Занятыми Своими Целями Этой Жизнью Достигая Чего То В Жизни Что Мы Забываем Об Общении С Бога А Наша Главная Цель Знать Бога Искать Его Искать Его Лица И Матфея Иисус Говорит Такие Слова 6.33 Иисус Иисус Разговаривал С Людьми И Он Говорил О том Чтобы Они Не Заботились Об Этом Что Он Говорил Показывал Примеры Он Показал Он Говорил О Птицах Что Они Не Заботятся Но Бог Дает Им Пропитание И Обращаясь К Ученикам Он Говорит Ишите Прежнее Царствие Божие И Правда Его И Это Все Приложится Вам И Часто Наша Цель Становится Не Царствие Божие Не Откровение Его Не То Что Он Есть Бог И Он Может Дать Нам Все Но Мы Начинаем Искать Второстепенное То Что Само Собой Может Приложиться Когда Мы Будем Искать Его Искать Царствие Божие Я Хочу Привести Один Пример Порою Когда Мы Стремимся К чему То Я Хочу Обратить Внимание Чтобы Наши Цели Они Были Правильные Почему Потому Что Это Важно Чтобы Твоя Цель Она Была Правильной В Тибете Раньше Когда Еще Не Было Машин Во Время Войны Люди Переносили Письма И Доносили Новости И Важно Было Кто Первым Донес Какая Сторона Донесет Первые Письма От Той Стороны Было Преимущество Войне Потому Что Разведчики Которые Были Впереди Они Разведывали И Они Отправляли Письма И Потом Концы Они Несли И Тибетские Вот Эти Люди Которые Несли Доносили Они Пешком Бегали И Которые Доносили Эти Письма Тибетские Вот Эти Люди Они Всегда Первыми Приходили И Многие Годи Удивлялись Как Они Достигали Этого Как Они Могли Это Сделать И Пройдя Годы Когда Уже Это Было Не Важно Их Спрашивают И Они Говорят Что Цель В Основном Люди Когда Ставят Себе Цель Вот Они Поставили Цель И Они Движутся К Цели Но Эти Люди Которые Приносили Эти Письма Во Время Тренировок Они Свою Цель Видят Цель Они Ставили Вторую Цель Первую Цель В Два Раза Дальше И Почему Потому Что Когда Они Бегали Они Бегали Когда Ты Бежишь К Цели Ты Мысленно Начинаешь Думать И Чем Ближе Становится Тем Труднее До Него Доходить Чем Ближе Цель Тем Труднее К Нему Доходить И Очень Многие Люди Не Доходят До Цели Потому Что Сдаются Прямо Перед Целью И Они Ставили Свою Цель В Два Раза Дальше И Когда Они Вместо Того Чтобы Бежать До Ближайшей Цели Они Бежали К Дальнейшему И Они Успевали Быстрее Добежать Потому Что Они Не Думали О Первой Цели Они Думали О Второй Цели И Кто Из Вас Также Видел Людей Которые Ломают Кирпичи Рукой Я Видел Когда Я работал В Грузии Мой Прораб Один раз Он нам Сказал Что Он Может Ломать Мы Не Поверили Мы С Другом Работали Вместе И Мы Принесли Ему Кирпич Даже Два Кирпича И Он И Поломал И Когда Мы Спросили В чем В чем Секрет Этого Он Нам Сказал Люди Которые Не знают Секрета Этого Они Стараются Ударить Этот Камень И Поломать Но На самом Деле Они Тренируются Чтобы Не Камень Ударять А Низ Под Камнем И И Когда Они Бьют Низ Они Проносят Этот Камень И Этот Камень Для них Уже Не Преграда И Она Ломается И Также В нашей Жизни Очень Важно Почему Иисус Говорит Чтобы Ишите Прежнее Царство Божье Потому Что Если Наша Цель Будет Царствие Божье Искание Бога То Остальное Оно Приложится То К остальному Мы Сами Собой Будем Двигаться И Я Это Пережил В своей Жизни Когда Я Искал Бога Когда Я Близ К Богу То Остальное Оно Сама Собой Делается Но Знаете Когда Я Был Момент Моей Жизни Я Настолько Заработался Что Я Перестал Ходить В церковь Я Перестал Служить Богу И Искать Читать Молиться И Цель Моя Стала Заработать Больше Денег Но Знаете Я Понял Одно Что Я Бога Потерял Общение С Богом Потерял Я Не Мог Достигать Твой Цели Которому Я Стремился Я Задумался О том Что Когда Я Искал Бога Я Служил То Я Работал Оно Мне Хватало Но Сейчас Я Работаю И Мне Не Хватает Стараюсь Что-то Сделать И У Меня Не Получается Я Понял Важность Знать Бога Искать Бога Когда Иисус Говорит Ищите Прежнее Царство Божье И Остальное Приложится К вам Потому Что Бог Заботится О Тех Кто С Ним Кто Ишет Кто На самом Деле Ишет Его И Давайте Не Будем Похожими На Людей Которые К сожалению Очень Много Людей Познал Бога Они Не Удержались Они Не Стали Искать Бога Но Стали Искать То Что Бог Дает Нам Стали Искать Чудеса Стали Искать Благодеяния И Они Соблазнили Светом Но Пусть Господь Благословит Каждого Из Нас Чтобы Мы Знали Бога Источника Всех Благ И Часто Люди Знаете Говорят Что Если Вы Уверуете В Иисуса У вас Все Будет Хорошо В Жизни Я Хочу Сказать Что Это Большой Обман Потому Что В жизни Христианина Больше Проблем Мы Встречаемся Приходят Испытания В жизни Приходят Проблемы В жизни Но Если Мы Знаем Нашего Отца То Мы Будем Сильными И мы Будем Просто Бороться Не будем Сдаваться Потому Что Бог Наша Убежище Бог Наша Сила И Пусть Господь Благословит Каждого Из нас Чтобы Наша Цель Была Общение С Богом Знать Бога Искание Бога И Чтобы Остальное Оно Было Второстепенным В нашей Жизни Встанем Помолимся И Попросим Господа Чтобы Бог Дал нам Откровение И Чтобы Мы Держались Этого Откровения И И Искали Его В нашей Жизни Аллилуйя И Сегодня у нас Братья и сестры Несмотря на то Что на улице Может быть Слякотно Холодно И Снежно У нас Праздник Вы знаете Это или нет Во-первых Праздник в том Что Бог Посетил Нас Это Самое Большое Счастье Человека Когда мы Знаем Что Он Рядом С нами Хотя Он Всегда Рядом С нами Это Часто Бывает Что Мы Отворачиваемся От Него Но И Слава Богу Что Сегодня Мы Понимаем Что Мы Рядом С Ним И Поэтому За это Слава Богу А Второй Праздник У нас Или Вторая Часть Нашего Праздника В том Что У нас Сегодня Есть Благословение Детей Мы Будем Сегодня Благословлять Детей Которые Родители Принесли Чтобы Принести Богу Славу Отдать Этого Ребенка На Попричение Самого Бога Хотя Мы Понимаем Что Мы Родители Воспитываем Детей Приносим Определенные Жертвы Для детей Чтобы Дети Впоследствии Узнали О том Что Они Есть Дети Божьи Поэтому Я Приглашаю Сюда Семью Брата Руслана И Ин Загорью Они Сегодня Присутствуют Сегодня Одни Здесь Поэтому Для них Сегодня Особая Честь У нас Человек 15-20 А Сегодня Они Будут Одни Сами Но Я думаю Они Не будут Смущаться От Приглашаем Пожалуйста Братья Поставьте Два Стула Значит Они Имеют Уже Третьего Ребенка Называли Сына Своего Ильей И у Него Есть Два Брата Слово Божье Говорит Я сразу Вспомню Что Кажет Божен Муж Который Наполнит Колчан Своими Стрелами То есть Сыновьями Да Что Стрелы Руки Сильного То Сыновья Молодые То Уже Три Сто Есть Уже Руслан Не Будет В Стыде Стоя Приворотами Дома Своего Хорошо Друзья Вы можете Пока Постойте Я Спрошу То Что Допустим Мы Вроде Как будто Понимаем Для чему Здесь Но все Таки Всякий Раз Когда Христос Обращался К людям Когда люди Обращались К Нему Спрашивал А что Ты Хочешь Поэтому Мы хотим Узнать Именно Ваше Желание Тоже Ну Детей Благословение Мы Воспоминами Это Место И Там Там Давайте Вдруг Раз И Христос Увидел И услышал Об этом И Говорит Такие Слова Но Иисус Сказал Пустите Детей И Не Препятствуйте Им Приходить Ко Мне Ибо Таковых Есть Царство Небесное Именно Таковых Есть Царство Небесное Я думаю Почему Именно Христос Приводит Пример Детей Что Именно Дети Это И Суть Таковых Царство Небесное Я думаю Что Есть Две Причины Мы Допустим Смотрим На Детей И Видим Что Во-первых Дети Открытые Сердцами Они Очень Открытые Сердцами И Мне Вспоминается Момент Психологи Говорят Что Дети Это Такий Интересный Инструмент Что Особенно В школе Если Ребенок Пришел В 5 лет И Фактически До 5 лет Ребенку Уже Влаживается Та истина Что Он знает Четко Твердо Если В школе Ему Начинает Говорить Не то Что Говорят Дома Он Скажет Я Это Не Буду Делать Почему Папа Не Разрешает То Есть Ребенок Открытый Воспринимать Истину Которую Говорят Родители И Он В нее Верит Твердо И Четко То Нам Взрослым Надо Поучиться Немножко У детей Когда Христос Нам Говорит Что Через Своё Слово Через Проповеди Воспринимать Так Как дети Это Воспринимают Основательно Второе Они Очень Способны Легко Простить Любое Так Сказать Действие Против Него Я думаю Что Вы Минуты Они Уже Играют Они Уже Забыли То Что Было Две Минуты Назад Опять Так Нам Взрослым Тоже Есть Чему Поучиться Бывают Такие Моменты Что Взрослые Помнят Обиды Своими Не То Что День Два Годами И Десятилетиями И Самая Беда В том Что Они Помнят И Простить Не Могут А Бывает Так Что Прощает Говорит Я тебя Прощаю Но Видеть Больше Не Хочу Или Один Брат Сказал Брат Вот так Они Поругались А потом Ты Мне Любишь Люблю А тут Говорит Слушай А звучит Как Убью То Поэтому Дети Это Есть Образ Таковых Каких Есть Царство Небесное И Нам Взрослым Порой Может Часто Надо Чему Поучиться У Наших Детей И Поэтому Сегодня Для Нас Допустим Лично Для Меня Я Понимаю Что В Некоторых Церквях Допустим Проводят Благословение Детей В Пятницу Или В Среду Вечером Обычно Вечером Собрания Не такие Торжественные Но У нас Церкви Мы Делаем Это Воскресенье Почему Потому Что Именно Таковых Есть Царство Божие Это Наши Наследие Это Наши Дети И Поэтому Всякий Раз Когда Детей Приносят Я считаю Что Это Действительно Есть Праздник В нашей Церкви Это Вред О том Что Церковь Наша Пополняется Церковь Наша Растет Растет Будут Новые Братья Будут Новые Сестры Будут Новые Служители Проповедники Труженики На Неве Божьей Слава Богу И Благослови вас Господь Что Сегодня Вы Понимаете Что Ваше Дитя Вы Должны Принести Для Господа Кем Являются Дети Для Вообще Для Нас Для Всех Слово Божье Говорит Просто И Конкретно Псалом 126 Вот Наследие От Господа Дети То Есть Прежде Сего Это Есть Наследие От Господа Второй Момент Награда От Него Плод Чрева У вас Есть Ребенок Но Вы Дожди Знать Что Это Наследие От Бога То Это Дарованное Вам Богом А Второй Момент Бог Усмотрел Вас Нечто И Дал Вам Награду Он Дал Вам Дитя То Есть Наследие От Бога И Все Дети У Нас И Второе Это Есть Награда От Господа Если Допустим Человек Получает Определенную Награду Какой-то призм Он Понимает Что Он Должен Что С Делать Допустим Если Люди Получают Спортсмена Они Вешают Определенную Стенку Они Любуются Помнят Вспоминают Эти Моменты Если Мы Понимаем Что Дети Это Есть Награда От Господа И Ну Это Награда Живая То Для Чего Они Предназначены Нам Зачем Бог Дал Нам Этих Детей И Я Что Рождение Было Очень Интересное И Самое Главное Что Родители Знали Что Делать С Этим Младенцем Порой Бывает Часто Что Родители Рождают Детей А Для Чего Рождают Может Даже Не Догадываются Для Чего Рождают Детей Просто Рождают Почему Потому Что Бог Однажды Сказал Пускай Рождаются Он Дал Такое Благословение Что Родятся И будут Рождаться Благословил Адама И Евы И потомков И будут Рождаться То есть Понимаешь Что Это чисто Физиологический Процесс Который Совершается Между Любимым Мужем И женой Но Лишь только Для этого Ли И вот Именно Когда Самсон Должен Был Родиться Бог Жене Моно И сказал Что Ты неплодная У тебя Родится Сын И ты Должна Сделать Определенные Вещи Она Сразу Не поверила Думают Окей Пришла К мужу И говорит Слушай Явился Ангел Божий И сказал Что Я буду Иметь Сына И сказал Что Я не должна Пить Вина Не должна Есть виноградного Ничего От винограда И определенные Вещи Делать Интересно Встал На колени Говорит Господи Если Это Произошло То Что Подслужено От Тебя Явись Еще Раз И еще Рас Скажи Все В точности Что Нам Нужно Сделать Чтобы Это Дичей Серодица Чтобы Мы поступили Правильно Пред глазами Твоими И вы Помните Что Явился Ангел Вновь Жена Побежала Призывала Моно И говорит Этот Господин Здесь И Моно И пришел И говорит И сказал Моно Итак Если Исполнится Слово Твое То есть Если Серодица Сын Как Нам Поступить С младенством И что Делать С ним Ангел Господин Сказал Моною Пусть Она Остерегается Всего О чем Я сказал Жене Пусть Не ест Ничего Что Приносит Виноградная Лоза Пусть Не пьет Вина И секира И не ест Ничего Нечистого И соблюдает Все Что Я Приказал Ей Моной Знал Точно Что Ему Нужно Сделать Чтобы Когда родится Младенец Чтобы Исполнить Волю Божью А теперь Вопрос Нам Знаем Лим Мы Точно Что Нам Нужно Сделать С нашими Детьми Которых Дал Нам Бог Чтобы Исполнить Волю Его Руслан Знаешь Ли Ты Что Бог Сказал Тебе Что Ты Сделал Чтобы Это Дитё Явившееся На Свет Оно Исполнило То Что Должно Исполнить Слава Богу Он Благословен Бога Брать Сестры Он Знает Что Нужно Сделать И поэтому Для каждого Из нас Мы должны Понять Что Нам Бог Дает Детей Не просто Так Вот Просто Родеждаются И всё Бог Дает Нам Определённые Цели Эти Цели Должны Исполниться В нашей Жизни И поэтому Мы Как родители Знаем Что это Есть подарок От Бога Мы должны Прилагать Все старания И усилия Чтобы Воспитывать Наших Детей Воспитывать Их Правильно Воспитывать Истине Божьей Знаете Слово Божье Нас Учит И показывает Как Мы должны Воспитывать Детей То есть Воспитание Детей Может быть Очень Простое Вот Какое Принесли Сюда Мы Детей И сказали Мы хотим Посвятить Господу Посовершили Молитву А потом Уже Забыли Мы же Посвятили Богу Правда И уже Дети Будут Расти Как Трава Как Сорнячок Или Все Таки После Этого У нас Должны Убить Определенные Такие Мотивы И действия И знаете Как часто Бывает Самое Все Трудное Или Самое Все Ценное Но Достигается Очень Трудно Нет Ничего В жизни Что Ценное Что Достиглось Очень Легко То есть Все Ценное Оно Очень Очень Трудно Достигается И вот Чтобы Воспитать Детей Действительно В истине Божьей Воспитать Их В том Что Учит И говорит Нам Бог Это Очень Сложно Тяжело Трудно И самое Главное Это Знаете Даже То что Материально А именно По времени Очень Сложно Но Слово Божье Говорит Что Мы Должны Это Делать И вот Втором Законе Как раз Нам Бог Напоминает Как Это Должны Мы Делать Он Говорит Так И Это Будут Слова Сии Которые Я Заповедую Тебе Сегодня В сердце Твоем Это Прежде Сего Первый Они должны быть слова в сердце Смоем В сердце Твоем Муж Жена Бабушка С дедушкой Потому что Слово Божье Говорит Что И бабушка С дедушкой Должны тоже Уметь воспитывать Внуков Учить Внуков И чтобы Учить О чем-то Эти слова Должны быть Прежде всего В сердце И внушай их Детям Твоим И говори Об них Это понятно А где И когда И вот Писание говорит Дальше Сидя в доме Твоем И идя Дорогою И ложась И вставая То есть Фактически Чуть ли не 24 часа В сутки Правда Сидя в доме Твоем Идя дорогою Ложась Вставая В любое время Ты должен Непестанно Говорить детям О истине О Боге О любви О милосердии Для чего Это нужно делать Потому что Когда дети Постоянно Слышат Об этой истине Они волей Неволей Начинают Собирать Все это В свое сердце Они начинают Сохранять Там Я вспомнил Такой интересный Жизненный Юмористический Пример Как-то один брат Рассказывал Тоже Благословляли Детей И говорит Знаете почему Евреи умные Это очень просто Вы заметите Как родители Обращаются Со своими детьми Говорят Посмотришь на него Он такой Курносенький Ковяренький А отец Позывает И говорит Сыночек Ты самый красивый Ты самый умный Ты самый прекрасный У меня Бог Да благословит тебя То есть Он внушает Ребенку Что он есть Особый Ценный дар Пред Богом И ребенок Такой понимает Что какой бы он Не был внешним видом Он знает Что он ценен Как для родителей Так и для Бога Ага Это о чем младенцев Обычно говорит Евреи еще умные Поднимают Так ребенка на руки Говорит Эй дорогой мой Два же два четыре Три же два шесть С самого детства С самого детства Вникает Внушают ребенку А говорит А украинцы Как делают Вы знаете Я говорю Я не знаю Он поднимает Баран-баран Буц Баран-баран Буц головой Говорит Индивительно Почему-то Может такое получается В жизни Что мы своих детей Сами наталкиваем На определенные моменты На тропы жизни А я вспомнил За русских А у русских сидят Где были у бабы Что пили Брашку Ну конечно В каждом народе Есть какие-то Определенные Такие моменты Что вталкивают В людей В сознание В детей А потом мы удивляемся Почему дети Становятся Баранчики А потом Пьяницы Или еще кто-либо Поэтому От наших слов Зависит Очень сильно Что дети Наши будут Воспринимать Поэтому Мы должны Воспитывать Говорить Постоянно Напоминать И возвещать Это самые главные Моменты В жизни Для наших детей Чтобы дети Наши получали Это благословение И в частности Допустим Один брат Тоже рассказывал Я прошел в собрание И такая тишина Я удивился Как они Смогли достигнуть Так что дети Сидя в собрании Такую тишину Зависит Я пригляделся Нет детей Нигде Совершенно Полностью Зал пустой Без детей Я спросил Где у вас дети После собрания А мы отдельно Такую Очень сильную Группу Организовали За ними Сидят Ухаживают Чают Их Поют А вы здесь Они там Это неправильно Как вы хотите Чтобы они Потом Познавали Истину Как они Проводить служение Быть среди народа Божьего Как они будут Это воспринимать Для них Это будет Иго Вы отделяете Их от себя А потом Будете удивляться Почему они Не хотят На собрании Быть Я понял Что действительно Это правда Я вспоминаю У нас Часто приходят Люди Говорят Вот так шумно Так дети шумят Я не говорю О том Что дети Должны шуметь У нас в собрании Мы должны Учить их Чтобы они Не шумели Но они Должны быть Рядом с нами Потому что Находясь с нами Они учатся Учатся Служить Богу Учатся молитву Учатся Слушать проповеди Они вникают Сами Этого может быть Не понимая Они постепенно Совершаются И делаются Таковыми Какими должны быть Это есть систематическое Сидя дома Идя дорогою Находясь в собрании И еще где-либо Ты ни был Мы должны Возвещать детям Об истине Божьей Я вспомнил Еще один интересный Такой случай В своей жизни Когда мы Свидетельствовали Одному человеку А он сам православный Такой искренний Хотя был молодой Ну и там Свои же нюансы Свои подобия У нас три человека А он один Ну я сказал Он повторил Второй сказал Нам легко Беседовать против Одного Правда же Это же легко Ну мы же говорили Об истине А девочка сидела Лет 5-7 Она просто игралась В стороне И когда мы говорили 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 Этот брат Православный Вспыхнул Убежал А это Аня Вдруг поднимает голову Говорит Бедный Бедный Миша Я думаю Как она могла понять Почему он бедный А может быть Бедные должны были быть Да нет Просто этот ребенок Играя сам с собой Услышал то Что говорили мы И делает определенные выводы То есть Иными словами Дети находящиеся рядом Казалось бы Суетятся Крутятся Ничего не замечают Но на самом деле Они все слышат Все видят И все запоминают И это как раз Отпечаток Это как бы Фундамент Который залаживается В сердца наших детей Поэтому Кослово Божье говорит Как мы должны воспитывать И внушай их Детям Твоим И говори об них О заповедях Сидя в доме Твоем И едя дорогою И ложась И вставая И навяжи их Знак на руку Твою И да будут они Повязкаю над глазами Твоими И напиши их На косяках Дома Твоего И на воротах Твоих Слава Господу Братья и сестры Руслан и Инна Мы сегодня Не только вам говорим А для всех нас То есть Сегодня у нас есть повод Всем нам напомнить Что мы должны сделать Для того Чтобы действительно Увидеть Наследие Божье Которое находится Не где-то А именно В доме Божьем Слава нашему Богу Слава Господу Братья и сестры И Я хочу еще Привести один пример И думаю Что тоже И вы помните Все хорошо Я всегда Вспоминал За Соломона Я уже напоминал Это место Помню говорил Вот и почему Именно Соломон Почему именно Соломон В момент Ответственности Когда увидел Бога лицом к лицу Когда при тем Как приступить К власти И стать царем Он попросил Одного Он попросил Именно мудрости Он не попросил Богатства Он не попросил Душ врагов Потому что Хотя Давид уже сделал Все возможное Чтобы был мир Потому что Предсоверение Давида Уже все вокруг Народа Они повиновались Израилю Казалось бы Ну Вроде бы все нормально Но Можно было бы сказать Чтобы этот мир Остался таковым Как и есть Чтобы никаких проблем Не было Но он просил Всего лишь одного Он просил Самого главного Он просил Мудростью У Бога А почему просил Потому что Был некто Кто научил Его этому Его отец Давид Так Способился Вложить В сердце Маленького Соломона Эти слова Может быть Уже будучи Отроком Он был Он так Все-таки Нашел способ Сказать Что в его сердце Запало Как вбитый гвоздь В стенку Знаете Вбил его И попробовал Его вырвать Пальцами Вот это истина Так запала В сердце Этого человека Соломона И поэтому Когда только Предстал этот момент Он помнил Только лишь одно Ему ничего не надо было Он помнил лишь только одно Он помнил Надо просить Мудрости И вот Что он пишет Соломон Пишет своим детям Говорит Слушайте дети Наставление отца И внимайте Чтобы научиться Разуму Почему он это говорит Объясняет Потому что Я Преподал вам Доброе учение Не оставляя заповедей Моих Ибо и я Был сын У отца моего Нежно любимый И единственный У матери моей И он учил меня И говорил мне Да удержи Сердце твои Слова мои Храни заповеди Мои И живи Приобретай Мудрость Приобретай Разум Не забывай Этого И не уклоняйся От слов Уст моих И заметьте И Соломон Тоже говорил Своим детям Правда По многочислению Множество Жен Жены Совратили Его сердце Хотя Путь его Был Правильный И неверен И вспоминается Место священного Писания Что не начало Спасает А конец Спасает Начало Может быть Доброе Конец Может быть Очень печален Поэтому Пускай Бог благословит Если мы С вами Будем говорить Это детям Будем учить Их Наставлять Чтобы это было Не только Как обязанность Это чтобы было Как бы И сердце Изнутри Каждый может быть Момент Минут нашей жизни Возможности Говорить И мои Об истине Если бачим Видим Что дети Попадают Уже В какую-то проблему Думаешь Да Начинать Может быть Поздно Никогда не поздно Поэтому Пускай Бог нам поможет И почему Соломон Делал это Потому что Прежде всего Он это Видел В своем Отце Он поверил Ему Что мудрость Это самое Главное Он поверил Ему Что благословение Это самое Главное Лишь только По одной Причине Потому что Он видел Это В своем Отце Он видел Как Давид Молится Он видел Как Давид Обращается К Богу Он видел Как Давид Ищет Лица Божьи Он видел Жизнь Отца Своего Он понимал Сделать Правильный Выбор А отцу Или мать Быть авторитетом Поэтому Пускай Бог Благословит И поможет Нам И Благословит Вас Все это Напоминание Для того Чтобы нам Действительно Иметь Благословение И помните Знать Что дети Это Прежде всего Наследие От Бога И дети Это Награда От Него И Бог Хочет Чтобы мы Эту награду Оправдали Чтобы сделали Все возможное Чтобы наши дети Пошли по ступам Или по путям Нас Чтобы наши дети Познали Бога И служили Ему Субтитры Семен Семен